Всем привет! Сегодня 18 июля, Московская область. Давно не снимала ничего, совершенно некогда. И сейчас раннее утро, я решила заснять теплицы. Давно я их не показывала. Эта теплица у меня стеклянная. Растут здесь только высокорослые сортовые томаты. Томаты зреют, мы их уже срываем. Сейчас пройдусь к несколько сортов. Покажу из самых первых, которые уже начали зреть. Это только один низкорослый сорт. У меня здесь в теплице это утенок. Такие у него красивые томатики. Это ранний сорт, низкорослый. А все остальные высокорослые. Один из самых первых начал созревать. Это сердцевидная форма. Черный с носиком от Борисовны. Замечательный томат, мне очень понравился он. Один из самых еще первых созрел. И мы их уже срывали. Это Манки Ас. Тоже вкусный, розовый, сердцевидный. Смотрите, какой он урожайный. И он такой весь тоненький, аккуратненький. Но плоды у него очень крупные. Тоже уже срывали, ели. Начала созревать вот только-только. Но я уже один попробовала. Это Голубая Красавица. Здесь уже созревает это черный ананас. Но еще не срывала. Вот первые плоды. Также мы уже срываем. Это ирландский ликер. Вот видите, он уже практически готов. Здесь мы уже срывали. Вот он уже зрелый. Это зеленоплодный. В прошлом году высаживала. Тоже очень понравился. Тоже сердцевидный. Закрутки я еще не делаю, конечно же. Но на еду мы рвем. Это персик. Это оранжевый русский уже созревает. Не пробовали. Это первый томат. Начинает созревать эта черная сосулька. Еще тоже не пробовали новый. Ну, в принципе, все. И здесь санмарцана тоже уже созревает. Мы его рвали на салаты. Все остальные еще в таком спеющем виде. Смотрите, какие крупные томаты. Что хочу сказать в этом году о томатах. Я в конце сезона обычно делаю обзор на все сорта, которые выращиваю. Сержант Пеппер. Скоро тоже начнет созревать. Делаю обзоры. И рассказываю свое мнение, отзыв о сортах. В этом году, как никогда, почему-то томаты теряют завязи. То есть они все начинают цвести. Вот на примере покажу. Вот. Цветочек был. Все цвел. И он потом вот таким образом засыхает. И опадает. Завязь. И это происходит не на одном сорте каком-то, а прям на всех сортах. Я поспрашивала у нас здесь в местности. Такое происходит у каждого. То есть в этом году зависть почему-то теряется. Не знаю, с чем это связано, с погодой или еще что-то. Но зависть потеряна в большом количестве томатов. Я не скажу, что томатов вообще нет. Если я сейчас присяду и вам покажу, то томатов много вот висит. То есть их достаточно. Но урожай потерян в любом случае. Не знаю, что это, что им нужно было. Вот, в принципе, помидоры, вы видите сами, их много. Нам-то хватит. Но просто интересно, что вот, да, зависть как теряется. Не знаю, с чем связано. Я ничем не брызгала там, ни бутонами, ни завязями, ничем. Не вижу в этом смысла, потому что люди здесь и даже брызгают. И все равно ничего не помогало. То есть зависть в любом случае опадала. Вот. Ну, нам хватит. Так, смотрите, они у меня уже уперлись в потолок. Есть такие высокорослые томаты, что, видите, вон, аж уже загинаются. Здесь у меня в козырьке 3 метра. И вот они уже уперлись у меня в крышу. Мне нужно макушку будет прищепнуть. Я это сделаю на следующей неделе. Вот. Такие вот у меня здесь заросли. Не даю листве разрастаться. Как видите, я уже оголила весь низ. Убрала лишнюю листву. Я сразу не оголяю стволы до самой макушки. Оставляю там только, да, макушку. Я так не делаю. Я по мере созревания, наливания плодов стараюсь убирать лишнюю листву. Вот. Начинаю созревать, потихоньку убираю. Делаю я это для того, чтобы, во-первых, здесь не было этих зарослей листовых, чтобы ничем, томаты не заболели. И самое главное, я это делаю, чтобы открывать плоды солнцу и чтобы они быстрее наливались. Потому что, если все будет в листве, это можно будет еще неделю ждать, когда плоды будут созревать. А так, они открыты солнцу полностью и идет созревание. Вот такие томаты. Красивые томатики. Какой у меня здесь уход в теплице. Значит, поливала я последний раз, наверное, недели две с половиной назад. Сейчас идет уже интенсивное созревание плодов, поэтому я еще раз их пролью с гуматом калия. И все. Больше поливать я томаты не буду. Конечно же, нужно будет прищепнуть макушечки и по мере созревания плодов убирать лишнюю листву. Вот, в принципе, весь уход у меня в томатной теплице. Замульчировано у меня все соломой. Поддерживаю по-прежнему сухость в теплице, чтобы не было влаги. Дверь у меня, вот эта тепличная, она всегда открыта. Я ни ночью ее не закрываю, ни днем. Автоматические форточки открываются по мере повышения здесь температуры. И вот механические форточки у меня тоже всегда открыты. Погода у нас совсем не летняя. Сейчас вот эта неделя, что была, очень у нас похолодало днем до плюс 16 градусов, а ночью плюс 10. Это очень холодно, но при этом я по-прежнему не закрываю теплицу. Теплица у меня всегда открыта. Такой красивый утенок. Вкусные томаты. В этом году обязательно надо мне семена их с них собрать. Идут практически каждый день дожди, ветра. И следующую неделю я посмотрела, в принципе, такая же. То есть, я думаю, что в Московской области лето закончилось. Томаты выглядят, в принципе, неплохо. По листу я их ничем не обрабатывала. Минеральными удобрениями я не пользуюсь. В принципе, все нормально. Эта теплица тоже стеклянная. Растут здесь по бокам две грядки. Это перцы, посередине огурцы. И в этом году я, честно сказать, огурцы упустила. Обычно я их частично формирую. Но в этом году у меня руки не дошли. И смотрите, какие здесь заросли. Вообще-то вот здесь дорожка. И чтобы туда пройти, нужно постараться. В этом году выращивала сорта и гибриды от биотехники. И честно вам скажу, что я овощами от биотехники недовольна. Цветы, да, красивые. Петуни там и так далее. Но овощей нет. Много пустоцвета. Очень сильно разрастаются. И самих плодов не скажу, что самих огурцов здесь много. Вот как-то так. Не буду больше от биотехники никогда покупать овощи. Только хорошие. Голландские. В общем, иностранные гибриды. Все. Ну так, огурцы, конечно, есть. Мы их рвем. Я уже несколько баночек закрыла на зиму. Ну, ничего не могу сказать о них. Ну, не понравились все. Они у меня уже вон, видите, в потолок и ниже спускаются. Пробовала здесь их обрезать плетью, но, в общем, нереально. Так, насчет перцев. Перцы хорошо. Вот из-за того, что, конечно, огурцы их затеняют, идет такое, знаете, медленное созревание. То есть, плоды есть, но окрашиваются они хуже из-за нехватки света. Перцы отличные. Тоже я их рву, так на еду, знаете, на салатики. Вот. Какие перчинки красивые. Вот они. Прямо чтобы созрел-созрел перец, еще у меня такого нет. Это Леся, перчик. Здесь уже, видите, один остался. Это мы срывали на... Приготовить сейчас. Вон они, видите. Нет, их, наверное, плохо видно. Они зеленые. Ну, в общем, там дальше-дальше все отлично. Там Ромира у меня хорошо. Вот они. Огурцы. Как взгляну. Попустоцитов столько много вообще. Ну, что теперь делать? Уход у меня какой. Сейчас за этой теплицей я дверь не открываю. Даже днем. То есть, видите, у меня они... Вот они. Все стены мокрые. Плачут. Здесь такая приличная влажность. Все капает сюда, прямо на огурцы. Поливаю огурцы каждый день. Перцы тоже там. Им достается день, да через день тоже поливаю. Я уже сказала, дверь теплицы я не открываю, так как у нас очень-очень холодно. Особенно холодно сейчас ночью. Я не знаю, если у кого-то растут огурцы в открытом грунте, мне кажется, они просто остановились в росте конкретно. Потому что 10 градусов это очень мало, очень холодно. Мы вечером в куртках ходим. Вот. У меня полив. Зеленым удобрением я уже ничего не поливаю. Проливала гуматом калия. Буду это делать на следующей неделе еще раз, так как плоды уже хорошо созревают. Болечек у меня здесь никаких нет. Листва. В принципе, она вся здоровая. У персов тоже. Плоды не гниют. Все отлично. Поэтому ничего я здесь не применяю. Вот гуматом калия проливаю для улучшения качества плодов. Здесь же в теплице растет базилик. Это лимонный. Видите, какая листовая масса. Пробовала выращивать в открытом грунте базилик, но не получается он такой красивый, как в теплице. Все-таки листва в открытом грунте более мелкая. Такая не очень по цвету красивая. А вот в теплице он удается. Поэтому уже довольно-таки приличный лет я выращиваю именно в теплице базилик. Здесь тоже автоматически форточки. Они сами поднимаются. И все. Здесь тоже не использую минеральные удобрения. Ничем по листу не обрабатывала. Ну, в общем-то, все отлично. Вот такие у меня теплицы. Этот год в Московской области говорили, что будет очень жаркое лето, как никогда. За много лет. Ну, поначалу, да, было тепло, хорошо. Но вот эта неделя ужасно холодная. Прям такая, знаете, осенняя. Мы ходили в лес недавно здесь, два дня назад. Вот, собирали грибы. Собрали лисичек. Белых еще нет у нас в области. Ну, по крайней мере, куда мы ходили. Вот. И к чему говорю, что вот по лесу идешь, и уже падает листва, знаете, как по осеннему лесу идешь. Вот. Посмотрела следующую неделю погоду. В принципе, такая же, чуть-чуть потеплее, а так все равно холодно. Вот. Вот так. И вот представьте, как огурцы, перцы, там, томаты можно вырастить в открытом грунте в Московской области. Это очень тяжело. Это нужно постараться. Ну, в теплице спасают. Ну, вот и все. Пробежалась по теплицам. Показала, что растет. Я вам желаю хороших урожаев. Подписывайтесь на канал. И всем пока.